Александр из Москвы Я на самом деле говорю противоположно этой точки зрения, да То есть он говорит, я нахожусь в смятении С одной стороны, меня привлекает ваша позиция кабалы как физики духовных миров С другой стороны, настораживает позиции ортодоксальных евреев Проясните вопрос У меня нет никаких с этим проблем Потому что ортодоксальное еврейство и вообще современное еврейство Я не отрицаю, кстати говоря, никаких внешних, земных признаков И выполнение заповедей Я просто говорю к тому, что это не имеет никакого отношения к духовному выполнению заповедей И об этом пишет и Ари, великий каббалист Ари 15 века Книги которого принимаются абсолютно всеми Об этом пишет Баля Сулам Особенно в своем преисловии к Талмуде Сарасферот К учению о десяти сферотах Мы сейчас это проходим на наших утренних занятиях То есть выполнение заповедей земных Это так называемые обычаи Которые мы выполняем в нашем мире Для того, чтобы создать вокруг себя соответствующую обстановку Но это никоим образом не говорит о том, что человек внутренне при этом себя исправляет Назовите мне действительно серьезное течение вудаизме Кроме каббалы Которое занято выполнением по-настоящему требованием Торы Возлюби ближнего, как самого себя Является главной заповедью Торы Об этом, по-моему, слышали все Кто этим занимается? Кто преследует эту цель? Кто ставит перед собой это как задачу? Кроме каббалистов Реально каждый день пытаться достичь этой цели Возлюби ближнего, как себя Мне кажется, что мы от дня в день Видим все большее раздвоение, расстроение и так далее Разделение иудаизма На все большее и большее количество партий, сект Всевозможных направлений и течений И уж ни в коем случае нигде не говорится о том Что быть как один человек с одним сердцем Возлюби ближнего, как себя А ведь это главная заповедь Основная заповедь всей Торы То есть, если вы не преследуете эту цель Значит, вы к Торе не имеете никакого отношения Так что, просто так выполнять заповеди Обычаи, так называемые, в нашем мире Действия физические Не преследуя эту цель Ничего не дает Я не против этих заповедей Я говорю о том, что не изучая Как достигать этого самого главного завета Я к Торе не имею никакого отношения Действительно, я читал четырехлистовый или пятилистовый наезд на вас ортодоксальных евреев И там действительно не было строчки об этом Возлюби ближнего, как самого себя Строчки В этом-то и заключается такое противоречие между наукой каббала и современным иудаизмом Вот Евгений тут настолько И на протяжении, кстати говоря, всех веков В течение вот этих двух тысяч лет На протяжении всех двух тысяч лет С нашего изгнания Из духовного, с падения Что значит падение второго храма Вот я тут нарисовал второй храм Вот это вот второй храм Что значит второй храм Мы упали И так написано во всех книжках Мы упали с уровня любви На уровень ненависти Давайте это Вот тут вот напишем Любовь Которая существовала в народе А здесь ненависть Куда мы упали? Ненависть И вот мы упали с этой любви в ненависть Да, можно было черным это нарисовать, конечно Вот куда мы упали К сожалению, мы находимся на этом уровне И по сей день То есть, изгнание Это и называется изгнанием Изгнанием из духовного состояния КОНЕЦ